Эта презентация посвящена выдающемуся инженеру Станиславу Валериановичу Кербедзу. О его профессиональной деятельности написано несколько книг, биография размещена во многих энциклопедиях. Я же со своей стороны попробую открыть новые грани его жизни, увидеть не только гениального инженера, но и благородного человека. Род Кербедз является носителем герба слепа Врон. Первые упоминания о нем датируются 1545 годом. Этимологии названия Рода уходят корнями в историю Великого княжества Литовского, и происходят от курлянских или литовских наречий слова Кербедз и означают обувь из одного куска шкуры. Отец Станислава, Валериан, отставной военный, был городничим, руководил полицией и ополчением, Упицкого уезда, в Иленской губернии, основал церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне Дотнувка, в заслуги за это похоронен под алтарем этой церкви. Отец не был крупным землевладельцем по меркам того времени, владел двумя поместьями с земельными угодьями около ста гектаров. Мать, Виктория Эйндригевич, представительница известного обедневшего рода. Станислав родился 10 марта 1810 года в небольшом поместье Новый Двор, в дворянской семье польского происхождения. До восьми лет Станислав со своими братьями и сестрами воспитывался в родительском доме в поместьях Новый Двор и Верхняя Усадьба, для них был нанят французский гувернер, обучивший основам математики, письму и естественно французскому языку. В восемь лет Станислав был отдан в шестилетнюю церковную школу монахов Ордена Пиаров, в соседнем городке Поневежа. Монастырь располагался при церкви Пресвятой Троице. В 1818 году город Поневеж был уездным центром. Несмотря на то, что эти территории после третьего раздела Польши отошли к Российской империи, школа жила по правилам, установленным Польской образовательной комиссией, обучение шло на польском языке, по учебникам, изданным согласно правилам Станислава Канарского. В школе и проявились выдающиеся способности Станислава к точным наукам. Несколько слов о системе обучения в школе Пиаров. Сегодня учеников начальных школ мы называем детьми, а в то время их называли студентами или кавалерами. Действительно, сложно назвать детьми учеников, принятых в школу в 1820 году, в нем было всего двое восьмилетних детей 90 до 14 лет. И по одному ребенку 26, 27, 28 лет. Взаимоотношения в классе были направлены на создание атмосферы конкуренции между учениками. Каждый класс был поделен на римлян и греков, лучшие и худшие, о чем решение принимали император и диктатор, лучшие по всем показателям ученики. Станислав, судя по отличным оценкам и похвальным листам, часто оказывался в роли императора. В школе два раза в год проводился обязательный показательный экзамен. После окончания школы, важным этапом в жизни Станислава стал Виленский университет, физико-математический факультет, старейшее и крупнейшее высшее учебное заведение Восточной Европы, основанное королем Стефаном Баторием еще в 1579 году. В списке предметов, по которым Станислав сдал выпускные экзамены, помимо привычных для нас есть и необычные, геодезия, сельское хозяйство, закон Божий. Новым предметом для Станислава стало изучение русского языка. Летом 1828 года Станислав собирается в Санкт-Петербург. Возможно, по совету его родственника Игнатия, который в это время служил прапорщиком при строительном отряде путей сообщения. Отдельно хочу описать первое большое, самостоятельное путешествие юноши, дорогу от Вильна до Санкт-Петербурга. Расстояние в 800 верст по почтовым трактам империи на перекладных почтовых лошадях, от одной станции до другой заняло не менее 10 дней. Станислав не раз вспоминал эту дорогу, это первое длительное и тяжелое путешествие. Позже этот путь он проделывал многократно, с ним будет связана масса событий и воспоминаний. Станислав выбрал лучшее учебное заведение Российской империи, Институт корпуса инженеров путей сообщения. Заявление на имя директора института генерал-майора Базина подано после начала занятий. Среди предоставленных документов, выписка из книг Веленского дворянского собрания, так как в институт принимали только дворян. Юноши выдерживают вступительный экзамен по 10 предметам. Лучший результат, алгебра, 10 баллов, худший по рисованию, всего 7,5. Многие профессоры французы, поэтому обучение пойдет по французским учебникам на французском языке. Ему разрешено несколько месяцев учиться в режиме приходящего слушателя, без довольствия. Проживает в это время в доме Семеновой, что возле Кокушкина моста. И, наконец, в январе 1829 года, приказом номер 14 принят сразу в третье отделение сверхкомплекта. Обучение Станислав завершает в июне 1831 года, со вторым результатом на курсе, в звании поручика. Оценив его способности и усердие, дирекция оставляет его репетитором. В 1837 году, профессор курса прикладной механики, Павел Мельников, заметив энергичного капитана, берет с собой в длительную поездку по Европе. Офицеры прошли обучение в знаменитой парижской школе дорог и мостов. В университете Сорбонна прослушали курс работы паровых машин. В Англии изучили конструкцию мостов, увидели ход строительства тоннеля под Темзой, доки, водоснабжение Лондона. В Бельгии и Германии осмотрели работу железных дорог. Посетили учебные заведения Австро-Венгрии. Ознакомились с системами освещения в крупных европейских городах. Отчет о поездке представляет собой труд в шести частях, объемом 1673 страницы текста, и альбом чертежей на 190 листах. Взлеты карьеры инженер обязан дерзкому, но выверенному проекту первого постоянного моста через Неву в Санкт-Петербурге, Благовещенскому. Приказом номер 128 от 6 ноября 1842 года утверждено положение о строительстве. Председатель комитета, генерал-лейтенант Дестрем. И хотя проект моста получил одобрение императора Николая I, никто из высшего руководства страны не разделял оптимизма монарха. Отсюда всяческие препоны, отсюда отгороженность от участия в проекте, чтобы в случае гарантированного провала не пострадать. Комитет подчиняется главноуправляющему путей сообщения и публичными зданиями генералу-адъютанту графу Петру Клин-Михелю, жесткому организатору, но имеющему крайне мало знаний об инженерном деле. Он задержал строительство практически на год, подвергая проект повторной экспертизе. И работы в полном объеме начались только в декабре 1843 года. Помимо моста требовалось обустроить набережные, заключить адмиралтейский канал в трубу, создать на его месте конно-гвардейский бульвар. Сейчас в подземном переходе на площади труда есть памятная таблица об этом событии. Ответственным за строительство одной из опор моста был младший брат Ипполит, окончивший институт путей сообщения в 1837 году первом на курсе. Стройка оказалась значительно сложнее, поэтому затянулась на 8 лет вместо 4, причем со значительным превышением бюджета. О грандиозности предприятия говорит то, что в 1847 году здесь работает до полутора тысяч человек. Станислав Валерианович работает на стройке по 16 часов в сутки. Для сокращения времени на дорогу до работы руководство Милостиво выделяет квартиру в новопостроенном доме Сената и Синода, на Сенатской площади. Когда работа входит в регулярный ритм и накопив отпуск за несколько лет, Станислав зимой 1845 года решает посетить родные места. В Паневе же встречает своего учителя физики Винсента Мантримовича. Приглашенный в гости знакомится с его родственницей Полиной, 19 лет. Таким счастливым стечением обстоятельств в Санкт-Петербург Станислав приезжает уже с молодой женой. На медовый месяц не остается времени, и вскоре инженер возвращается к своей работе по строительству Невского моста. А через год страшная трагедия. Молодая жена умирает. Оставив на руках безутешного инженера месячную дочку. И те же подрядчики гранита, и заводчики чугунного литья, по эскизам Станислава, за его личные сбережения спешно обустраивают могилу на Смоленском лютеранском кладбище. Жизнь идет дальше. Весь Петербург следит за невиданной стройкой. Поворотные пролеты, перила и фонари изготовлены на петербургском заводе Фрэнсиса Берда, сына известного шотландца Чарльза Берда, основателя литейного завода в Петербурге, построившего первый пароход в России. Открытие моста состоялось 21 ноября 1850 года. В этот день мост получил название Благовещенский, в честь храма Лейб-Гвардии Конного полка во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. На середине моста государь остановился и в изъявлении своего удовольствия облобызал строителя моста. На набережной еще раз поблагодарил всех трудившихся и поздравил Станислава Кербедзе с чином генерал-майора и пожаловал Орден Святого Владимира Третьей Степени. В честь открытия моста была выполнена памятная медаль. В этом же году Станислав избран членом Академии художеств, а в следующем году принят в Петербургскую Академию наук по части физики и математики. Вскоре мост был переименован в Николаевский, а в 1918 году, в память об одном из лидеров революции 1905 года, ему было присвоено имя лейтенанта Шмидта. В конце 30-х годов в конструкцию моста внесли значительные изменения, чугунные пролетные строения заменили стальными. От старого моста осталась красивейшая чугунная балюстрада. В 1952 году на павильонах были укреплены две мемориальные доски, архитектор Марченко. Станислав никогда не скрывал своего польского происхождения, католического вероисповедания, активно участвовал в делах польского сообщества Петербурга, помогал в строительстве костюлов Святого Станислава и Святой Екатерины. Как пишет один из современников, дом инженера в Петербурге отличался редким гостеприимством для всех, в то время как большинство наших соотечественников не афиширует свою национальную принадлежность, чтоб не дразнить элиту царской власти, такие как Кёрбётс составляют исключение. В его доме всегда были рады студентам, для которых генерал находил свободное время. Помни свою нелегкую студенческую жизнь, инженер часто давал в долг, но редко, напоминал о его возврате. Заняв высокое положение в обществе, он начинает подыскивать себе жену и мать для своей маленькой дочери. 27 января 1852 года Станислав женится на дочери промышленника Винсента Яновского, Марии. Венчание состоялось в приходском римско-католическом костеле Вилюны, родовом поместье невесты. От этого брака рождается старший сын Николай. Имя выбрано в честь высочайшего восприемника при крещении, императора Николая I. О чем свидетельствует запись в метрических книгах церкви святой Екатерины. Император милостиво пожаловал жене инженера бриллиантовые серьги в виде подарка на рождение сына. Увы, судьба Николая сложилась трагически. По всем задаткам он пошел в отца. С отличием окончил первую петербургскую гимназию. С первым результатом сдал вступительные экзамены в институт путей сообщения. Но организм юноши не выдерживает страшного напряжения. И он внезапно умирает. 22 сентября 1872 года в возрасте 19 лет. Похоронен в родовом имении Вилюны. Единственное вероятное изображение Николая находится в альбоме родственников по матери Щетковских, проживавших в соседнем поместье. После принятия решения о строительстве Петербургско-Варшавской железной дороги, Станислав Валерианович становится главным инженером по искусственным сооружениям. Он сделал проекты трех мостов, через реки Лугу, Великую и Западную Двину. Вначале предполагалось, что железные части будут заказаны в Англии, однако вследствие начавшейся войны заказ был передан заводу Огарева в Петербурге. Крымская война затормозила строительство всей магистрали. Илужский мост был сдан в эксплуатацию только в 1857 году. Академик Григорий Петрович Передерий писал о нем. Мост построен с замечательной тщательностью и искусством. По конструкции фермы он превосходит французские и немецкие мосты, построенные даже позже. Мост был взорван 27 августа 1941 года. После войны был отстроен на этом же месте, но с другой конструкцией. В 1858 году, когда принимается решение о строительстве моста в Варшаве, Станислав Валерианович является ученым-практиком с мировым именем и пользуется доверием монарха и его окружения. Исторически первым постоянным мостом на Висле был построенный в 1568 году королем Зигмундом Августом. Это был деревянный свайный мост, опиравшийся на дубовых сваях поперечным сечением до 60 сантиметров. Мост проработал целых 30 лет, но был снесен ледоходом. Проект инженера Кербедзе 1858 года предусматривал мост как для обычной езды, так и для железнодорожного сообщения. Мост имеет пять опор на бетонном фундаменте, углубленном в дно реки, пневматическими устройствами. Работы планировалось выполнить за четыре года. Контракт на создание конструкции моста был отдан французским компаниям, обществу Эрнест Гуэн и компании Шнейдер. Уже во время строительства, приняли решение отказаться от его использования под железную дорогу, что защитило старый город Варшавы от проезда по узким улицам десятков паровозов. Только по усиленной конструкции моста можно было понять, что он строился как железнодорожный. Вместо этого, вдоль проезжей части шириной 10,5 метров, проложили линию конного трамвая, который связал вокзал Варшавско-Петербургской железной дороги с вокзалом Варшавско-Венской. После завершения строительства деревянного временного моста, 21 октября 1860 года, император и самодержец Всероссийский, царь польский Александр II, в сопровождении наследника престола Николая Александровича, изволили совершить акт освещения закладного камня для строительства постоянного моста на Висле. В Санкт-Петербурге пристально следили за строительством моста. Руководство Института путей сообщения решило провести выездное практическое занятие для старших классов, привезенных в Варшаву на стройку нового моста в 1860 году. Установку опор выполняли работники, работающие в кессонах, наполненных воздухом с высоким давлением. Всего такую работу выполняли около 350 человек. Кессонная болезнь тогда была неизвестна, поэтому 30 рабочих потом сильно болело, 12 умерло. Зато опоры работают до сегодняшнего дня. Отношения с руководством накалились после взрыва январского восстания 1863 года. Польская пресса обвиняла инженеров в чрезмерной лояльности к центральным властям, а из Петербурга лились обвинения в потакании польским интересам. В январе 1864 года противоречия вылились в открытое столкновение. После отказа удалить всех польских инженеров со стройки, наместник Федор Берг привлек своих доверенных людей. Они заключили дополнительный неисполнимый контракт для ускорения окончания работ за 70 тысяч серебряных рублей. Станислав Валерианович остался на стройке моста еще как минимум до апреля 1864 года. Затем, убедившись, что главное сделано, ушел в четырехмесячный отпуск, который не брал семь лет, и уехал из Варшавы. На открытии моста он не присутствовал. И, наконец, 22 ноября 1864 года в 10 часов утра каноник предместья Праги Станислав Зволинский осветил первый железный мост через Веслу в Варшаве. В присутствии военных властей и работников стройки, наместник граф Федор Берг сказал по-французски речь. Потом через мост прошли парадным маршем войска. Мост назвали Александровский в честь монарха Александра II. В те годы Станислав Кербец не был популярен в польском обществе. Монотонная и ежедневная работа по строительству моста, проводимая по чуждому приказу человеком, носящим чужой мундир, становилась для погруженного в скорбь города с символом сотрудничества с царским правительством. Мост пострадал при отступлении русских войск в августе 1915 года, но был быстро отстроен немецкими властями. Открыт в феврале 1916 года, получив в середине моста два параболических пролета. После обретения независимости, Польская республика в 1918 году официально назвала мост именем его создателя, хотя жители называли его так уже многие годы. Мост был уничтожен отступающими немецкими войсками в августе 1944 года, но его опоры оказались такой надежной конструкцией, что теперь на них работает Шленско-Домбровский мост. В 2011 году под двухметровым слоем песка найдены фрагменты стальной конструкции. Открытие этих металлических частей стало сенсацией, считалось, что нет шансов на нахождение обломков этого исторического моста. В 2014 году на территории Института дорог и мостов состоялось торжественное открытие экспозиции мостов из Вислы, где показаны уцелевшие элементы, являющиеся произведениями искусства, инженерной и строительной мысли. Но вернемся в 1864 год, после отъезда Станислава Валерьяновича в Санкт-Петербург. В 1868 году авторитетная комиссия под председательством Станислава Валерьяновича разработала программу для конкурса второго моста на Неве. Он и сам представил свои расчеты. Но мост был построен по другому проекту, инженер полковника Струва и инженер капитана Вейса и открыт 30 сентября 1879 года. Мост назвали Александровский, сейчас мы его знаем под названием Литейный. Под председательством Кирбетзе разработан проект Петербургского порта и произведено строительство корабельного канала между Петербургом и Кронштадтом. Этот проект разрешил стоявшую в течение многих лет важнейшую проблему доставки грузов в порт Санкт-Петербурга. Станислав Валерьянович разработал проект приведения всего Мариинского водного пути в состояние, удобное для прохода судов. В них предусматривалось двукратное сокращение времени в пути из Рыбинска в Петербург и удешевление себестоимости перевозки грузов. В 1882 году состоялось торжественное открытие нового свирского канала лично императором и императрицей Марией Федоровной, прибывшими на яхте Александрия. В 1884 году был сдан в эксплуатацию первый этап Екатерининской железной дороги, соединивший Донбасс с богатейшими залежами железной руды в Кривом Роге. В 1890 году Станислав Валерьянович награжден серебряной медалью за консультации по строительству Сурамского тоннеля, грузинской железной дороги. В 1880 году с капиталов, помещенных в банк он учредил три стипендии для студентов Института инженеров путей сообщения имени императора Александра I. Инженер награжден знаком Красного Креста за деятельность в обществе попечения о раненых и больных войнах. С 1886 года ему всемилостивишь разрешено быть председательствующим в железнодорожном совете. Разрешено утверждать доклады и подписывать исходящие бумаги за министра, то есть он исполнял функции министра путей сообщения, в его отсутствие до 1991 года. В июне 1889 года исполнилось 60 лет службы Станислава Валерьяновича. Общественность Петербурга широко отметила эту дату. Ученики и сослуживцы преподнесли золотую медаль с его изображением. Инженер был награжден орденом Святого Владимира I степени, избран почетным членом Института инженеров путей сообщения. Увы, торжество для юбиляра было омрачено семейной драмой, смертью старшей дочери Паулины, бывшей много лет его личным секретарем, так и не вышедшей замуж. Расстроенный 79-летний инженер уехал в имение Нипли, где и принимал делегацию из Петербурга. Юбиляру был преподнесен адрес с семью сотнями подписей. В нем сказано, вы являете редкое сочетание разнообразнейших дарований. Как теоретик, вы были руководящим учителем многих поколений строителей в России. Как практик, вы увековечили себя монументальными сооружениями. Как администратор и государственный человек, вы в весьма многом содействовали оснащению и развитию железнодорожного дела в России. Адрес был украшен гравюрами, представляющими важнейшие события в его жизни. Здание Вэленского университета. Здание Института инженеров путей сообщения в Петербурге. Николаевский мост на Ниве. Александровский мост на Висле. Уйдя в отставку в августе 1891 года, инженер с семьей переезжает в царство польское. Статья в газете, неистощимый в трудах Станислав Валерианович в обычной жизни милый и приятный человек, любит людей и природу, особенно цветы, которых множество разводит в своем поместье. За свою продолжительную службу он стал кавалером большинства высших наград Российской империи. Награжден Орденом Пруссии, приобрел ряд имений и земельных наделов. Прожив в царстве польском и Варшаве восемь лет. 19 апреля 1899 года Станислав Валерианович на 90-м году жизни скончался. В своей квартире в Варшаве на улице Маршалковской во время эпидемии гриппа. Его практическая инженерная деятельность доказала его выдающийся талант, завоевавший ему в техническом мире очень крупное имя, писал журнал Нива 31 июля 1899 года. Директор Института инженеров путей сообщения профессор Михаил Николаевич Герсиванов по случаю кончины написал, что он, Нестор и учитель многих еще живущих инженеров. Похоронен в Варшаве на кладбище Повонске. Несколько слов о продолжателях славной династии. Несколько слов посвятим Станиславу Ипполитовичу Кербедзу. Станислав, младший, это сын брата Станислава Ипполита. Родился 13 июля 1844 года, окрещен в церкви святого Станислава в Петербурге именем Станислав Яков. 5 июня 1865 года окончил Институт инженеров путей сообщения первым на курсе, его имя было помещено на почетную мраморную доску. Сначала работал на линиях железных дорог, Орловско-Витебской, Юго-Восточной, Балтийской и Новгородской. В 1875 году командирован на Владикавказскую линию, а через 9 лет стал ее председателем правления. Отличался высокой работоспособностью, пытливым умом и изобретательностью. По его проекту, в 1894 году построен элеватор в городе Новороссийске. Он превосходил не только все подобные объекты в Российской империи, но и на всем Европейском континенте, уступая только Чикагскому элеватору в США. В настоящее время идет реставрация элеватора и реконструкция его под выставочный комплекс. Входил в состав комиссии по разработке новых паровозов, по этим проектам в 1890-1901 годах. Было создано семь новых типов локомотивов, в 1893 году участвуют в проекте по строительству Троицкого моста. Был женат на дочери Станислава, старшего, Евгении, от этого брака у них родилась дочь Фелиция. С 1896 года становится вице-председателем правления общества Китайской Восточной Железной Дороги. Один из основателей города Дальний. Согласно некоторых источников был автором проекта моста длиной более тысячи метров на реке Сунгари, названного поляками Харбина мостом Кирбедзя. Сейчас Старый мост – это охраняемый культурно-исторический объект государственного уровня, который после приведения в порядок стал местной достопримечательностью. С 1900 года совмещает работу с должностью в Министерстве финансов, как чиновник для особых поручений. С 1905 года Станислав Ипполитович – вице-председатель и член правления Международного коммерческого банка в Санкт-Петербурге, для которого создал проект здания на Невском проспекте номер 58, совместно с архитектором Станиславом Бжусовским. Станислав Ипполитович скоропостижно скончался от тяжелой болезни 27 ноября 1910 года в Варшаве, похоронен на семейном захоронении в Повонсках. Интересный факт – существовало судно с названием «Станислав Кербец». О нем известно, что было построено в 1912 году, затем мобилизовано в качестве спасательного судна в состав Черноморского флота. Занималось спасательными работами по подъему линкора «Императрица Мария» на Севастопольском рейде. В 1940 году командировано в Дудинский порт на трассе Северного морского пути. Дальнейшая его судьба неизвестна. Сын Станислава Валериановича, Михаил, родился в 1854 году в Санкт-Петербурге. После окончания института путей сообщения работал на линии Петербург-Москва, где возводили новый Мстинский мост. Михаил руководил работами на кессоне третьей опоры, к несчастью, от кессонной болезни умерли его подчиненные, и в 1879 году он предстал перед Новгородским судом с обвинением и понес за это наказание. Он и сам пострадал от работы в кессоне, эта болезнь перерастет в полную потерю слуха. В 1881 году из-за расстройства здоровья Михаил переходит на спокойную работу на должность главного инженера линии Владикавказ-Ростов. Под Новороссийском по его проекту был построен туннель, новое слово в технике того времени. На этой линии железных дорог он строил станции Минеральные воды, Пятигорск, Есентуки, Кисловодск. Им произведены все расчеты Кисловодского вокзала. Во Владикавказе Михаил принимал активное участие в строительстве римско-католического костела. В память своего пребывания во Владикавказе на собственные средства построил здание школы. Преподавание в ней до 1934 года шло на польском языке. 16 января 1908 года венчался с Екатериной Турчаниновой в Петербурге. По завещанию от отца, получил в наследство несколько имений. Посвятил себя меценатству. В 1910 году по причине потери слуха ушел в отставку и стал членом правления римско-католического благотворительного общества при храме святой Екатерины в Петербурге, вместе с настоятелем храма Константином Буткевичем. Общество постоянно оказывало денежную помощь приюту для мальчиков и ремесленной мастерской, основателем которых был Антоний Малецкий. На пожертвование в 165 тысяч рублей от Михаила было возведено здание на улице Кирилловской, в неоклассическом стиле, на 250 воспитанников. В нем был интернат, школа, столовая, библиотека. Уже в конце 1913 года дом Кербедзя начал свою деятельность. Увы, работа приюта была прервана сначала войной, потом революцией. В 1918 году Михаил с женой Екатериной осели в поместье под Варшавой Алтарев, единственная уцелевшая после войны и революции. В 1929 году, после смерти жены, Михаил разделил поместье на участке и раздал ремесленникам для создания товарищества. Сам переехал в Варшаву, где умер в 1932 году. Похоронен на Повонсках. Евгения Мария Аурелия Кербедс родилась 24 сентября 1858 года в родительском поместье Велюны. Отличалась строгим математическим умом, училась в университете в Стокгольме у профессора математики Софьи Ковалевской, написала статью о ней для Болонского математического общества. Окончила курсы по проектированию зданий. После трагической смерти мужа в 1910 году сосредотачивается на финансировании науки и культуры. В 1912 году передает значительную часть своего капитала на покупку участка, проект и строительство здания публичной библиотеки, работающей сегодня в Варшаве. Библиотека была передана городу в июле 1914 года, и названа в честь отца и мужа имени Станислава в Кербедзе. В своей усадьбе Рыбинишки устраивает мастерские для работы художников, результатом чего явилась целая серия произведений от известных мастеров того времени. Здесь работали Николай Чурлёнис, Конрад Кожижановский, Казимир Стобровский, первый директор Академии изящных искусств в Варшаве. Гости имели полную свободу в организации жизни и работы, некоторые преподаватели привозили целые выпускные классы на все время каникул. В 1876 году, Евгения вышла замуж за Станислава Ипполитовича, их дочь, Фелиция, родилась в 1881 году. Оказывает существенную финансовую помощь, для строительства больницы для душевнобольных в Древнице. Евгения финансирует строительство Академии изящных искусств на набережной Костюшко, о чем в холле выбита надпись, здание построено Станиславом и Евгением Кёрбец в 1914 году, основывает Варшавский дом поддержки ремесел, помогает в организации и строительстве лечебницы Амелин. За многочисленные заслуги, в 1923 году, получает почетный крест Ордена Возрождения Польши из рук маршала Юзефа Пилсудского. А в 1929 году решением Городского совета удостаивается звание почетного гражданина Варшавы. После начала Второй мировой войны переезжает в Рим, где умирает в 1946 году. Тело было перенесено в семейное захоронение в Варшаву, Старое Повонске. Своё огромное собрание художественных произведений, согласно завещанию, передано в Варшавский национальный музей. 29 июня 1870 года родилась младшая дочь Станислава Валерьяновича, София. С детства отличалась необыкновенной добротой и открытостью к людям, привязанностью к родителям. Долго жила с родителями, помогала в делах пожилому отцу, разбирала его корреспонденцию, занималась благотворительностью. Только после смерти отца вышла замуж за приват-доцента Петербургского университета Любомира Дымшу. Унаследовала от отца имение Непли над Бугом, направила свои силы на его развитие. После указа 1905 года участвовала в восстановлении местных закрытых костелов, была организатором местной школы. После начала Первой мировой войны, осенью 1914 года София Станиславовна Дымша стала одним из организаторов сбора средств под девизом «Петроград-Польша». Именно линия от Софии представляет собой единственных прямых потомков великого инженера. После Второй мировой войны семья живет в Италии. Дом с земельным участком здесь купил сам Станислав Валерианович в 1871 году. Правнучка Марии Тереза Булах-Ельски живет в местечке Сенегалия, на Адриатическом побережье Италии, в провинции Анкона. В августе 2007 года, по приглашению губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко, она и ее дочь Мария София, приезжали в город на Неве для торжественного открытия обновленного Благовещенского моста. Новые пролетные строения опираются на устои с деревянными сваями. И сегодня напоминают о его авторе. Мария Тереза основала в Сенегалии польскую школу имени генерала Андерса, популярность которой в Италии все возрастает. За активную общественную деятельность, правнучка Станислава Валериановича 26 апреля 2014 года, получила из рук президента Бронислава Комаровского орден заслуги перед Республикой Польши. Когда редактор журнала задал вопрос о ее праве помогать, она его исправила, сказав, что это ее обязанность. И добавила, служение Отечеству – это наша обязанность. Что доказывает наш род последние столетия. Так часто мы слышим фразу, как это красиво и почетно, умереть за родину, но гораздо труднее жить для нее. Можно коротким геройским поступком отдать свою жизнь на поле битвы, но большим геройством будет жить, с упорством выстоять многие годы. Продолжение следует...